Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, в эфире передача на туре, в студии я, Михаил Меркулов, мои коллеги Максим Киселев, Дмитрий Ершов. Сегодня мы поговорим о Еврокубках, западной премьер-лиге, первом дивизионе, и у нас сегодня будет гость, с которым мы пообщаемся. Ну, начнем мы с Еврокубков, главный турнир Москвы, а может быть и вообще всей России, это Лига Чемпионов, ЛФЛ и завершилась групповая стадия. У нас, давайте обратимся сразу к турнирным таблицам, группа А, Мегатитан, занимает первое место, в последнем туре он технической победой обыгрывает Пивдом, кто с Пивдом снялся, напомню, вот, кто не знает, соответственно, с 14 баллами команда занимает первое место. И вместо того, чтобы играть с Пивдомом, громит на Западе всех и вся 22-2 за два матча. Да, это, конечно, такой результат. Голы можно даже показывать здесь, полпередачи, на самом деле, мы не уместимся. Второе место Гефест, это группа А, ну, Мегатитан, соответственно, свой тур футбольный, так скажем, Лига Чемпионовский он пропускал. Зато ФКСП в группе Б у нас не пропускал свой матч. Здесь группа интересная была, но ФКСП прошел более чем уверенно. И там в последнем туре, по-моему, уже ничего не решался. Да, уже с флагманом команда встречалась, там крупная победа. Ну, и надо сказать, что 16 баллов, ЦДК, Селтик, это, мягко говоря, не подарок. Вот, ЦДК второй, по своему туре он обыграл, Селтик, и, соответственно, Селтик отправил в кубок ЛФЛ. ЦДК второй, ну, в принципе, прогнозируемый. В КСП вообще лучшее выступление из всех команд на групповом этапе. Ни одна команда не смогла выиграть пять встреч. Ну, мощно, мощно, да, прокуратура здесь прошлась. Также мощно смотрелся в группе ЦТИТАН, где с 14 баллами здесь первое место, второй Авангард 10, тройка 10. Соответственно, ТИТАН принимал в последнем туре Авангард. У нас есть видео этого матча, вот сейчас вы видите, что ТИТАН, ну, просто в одну калитку обыгрывает Авангард. Хотя вот по первым минутам показалось, что Авангард вроде как навяжет борьбу, вроде бы где-то владел мечом, пытался атаковать, но как-то все это быстро сникло, и ТИТАН просто разорвал. Да, в конце дали себе возможность расслабиться, пропустили, по-моему, как раз на эти два мяча, и, в общем-то, действительно никакой интриги в этом матче не существовало. Ну, ожидаемо, что тройка обыграла своего соперника, да, соответственно, с Авангардом встала по 10 баллов. Ну, этот матч тоже, опять же, ничего не решал. Да, этот матч ничего не решал, но я просто к чему, да, вот, ну, тройка пускает от Авангарда, 6-3 проигрывает, по-моему, в гостях, вот, и вот, как раз, проиграя меньше, да, и сейчас могла бы претендовать на выход, потому что тройка-то умеет, команда, которая может закрыться, которая может не пропустить, и вот сейчас вот эти забитые мячи, они как раз искали. Авангард пищевику 17, по-моему, забил, то есть тройки нужно было забивать больше еще, чтобы вот за счет разницы, да, уж тогда выходить дальше, но тяжело, нужно было действительно не проигрывать с таким крупным счетом, тем более, что дома всего лишь навсего 1-0 они поддержали 5 беду. Да, 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 тем не менее, тройка попала в Кубок Олфелл и весну себе Еврокубкову организовала. Вот, ну и, соответственно, у нас группа D, там не представлены западные команды, но там тоже была интересная борьба, Интер и Усадьба вышли дальше в плей-офф, Интер, соответственно, первая, Усадьба банная второе место, они в последних турах тоже одержали свои победы, ну, назовем их дежурными и, соответственно, вышли в плей-офф. И теперь у нас 7 апреля, ориентировочно, да, стоят Титан, плей-офф, да, Лиги Чемпионов. Авангард у нас попадает на Интер, Усадьба банная на Титан, ЦДК на Мега Титан и Гефес на ФКСП. Из четырех пар три запада, это здорово, наши команды, напомню, начинают все. И причем можно, наверное, приравнять к фаворитам, наверное, все западные коллективы, если так судить по парам, я думаю, что каждый из них будет запад фаворитов. Ну, пожалуй, да, все начинают наши в гостях, соответственно, не знаю, плюс это или минус, но я думаю, что мы еще поговорим об этом, вот, но сам факт, да, что в гостях, ну, пожалуй, да, Дим, я с тобой согласен, Максим. Не буду отрицать, наверное, учитывая то, что выходят победители, а наши западные команды оказали все победителями своих групп, выходят на вторые места, наверное, да, здесь вторые места этих групп выглядят чуть слабее, чем первые. Поэтому, наверное, фаворитами можно назвать всех троих. На данный момент это точно, но, опять же, весна, неизвестно, что будет, в каком состоянии подойдут команды, это тоже очень такой вопрос риторический, можно сказать, на который ответ мы сейчас с вами не дадим, не найдем, потому что, ну, за зиму может все что угодно произойти. Единственная уверенность в физическом состоянии можно говорить про Титан в этом плане, потому что они постоянно участвуют в зимнем кубке и постоянно, в общем-то, его выигрывают. Ну, а Мега Титан? Ой, про Мега Титана я как раз оговорился, прошу прощения. Ну, кстати, может быть, оговорился ты и по делу, потому что, если Мега Титан участвует в зимнем кубке, то Титан просто ездит на сборы и тренируется. В принципе, тоже команда может поддерживать достаточно хороший тонус. Бомбардиров давайте тоже посмотрим. Лиги чемпионов здесь, уверенно, лидирует Алексей Медведев с 13 уголами, но мы знаем, да, что... Как у него это получается. Да, понятное дело, что он большинство забил своих мячей пищевику с юго-запада, но ведь весной никто не вспомнит, кому забил Медведев, когда ему дадут лучшего бомбардирова, Лиги чемпиона. Тут нам надо сказать, что мы смеемся не над тем, что Алексей Медведев может только пищевику забивать, а просто вот что нас до сих пор не отпускает тему, что он забил 12 в одном матче. Да, это, во-первых, уникальный случай. Для него это магическое число 13. 12-13. Да, у него и номер 13. И даже в том матче забил 13, но почему-то не записан был. Да, 13-е магическое число, я согласен. Лидирует по передачам Дмитрия Агапцева, у него 9 передач. Агапцев тоже набрал вообще сумасшедшую форму, сейчас забивает, отдает на любой вкус и в каждом матче. Не представить уже Титан без Агапцева не было в том сезоне. Да, мы думали, вот Медведев, ну как же, не будет. Но вот Алексей так нашел себе, можно сказать, небольшую смену, да, чтобы, когда он начинает матч с коммете запасных, он был спокоен за то, что впереди будет все хорошо. Чек-пук, как говорится, и будет кому забивать. Ну так Агапцев еще какой разносторонний, да, он еще и отдает. Так они вдвоем иногда выходят на поле, и поэтому, мне кажется, Агапцев уже где-то больше в поты пришли действовать. Поэтому, да, как раз отсюда и берутся голевые передачи. Давайте перейдем к кубку ЛФЛ, тоже о нем поговорим. Портер в группе А занял первое место, несмотря на то, что проиграл Изумруду 86 в прошлом туре. Вот в эти выходные он ездил в гости к APC, вот, и одержал победу со счетом 4-1, но после не самых лучших игр, да, Портеру в любом случае нужны вот эти победы обязательно. Вот, и с 15 баллами Портер минует 1-16 финал, соответственно, и попадает напрямую в Еврокубковую весну. Далее у нас группа С идет, где Ультра вышла с первого места, это Северо-Запад, второе место в драматичном, просто по сюжету и накалу матча Техносила обыгрывает с нужным счетом ExtremeNet. Кто-нибудь верил, вот если честно, что удастся Техносили вырвать в три мяча последние победы? По словам самих игроков Техносила, они все верили, верил и Савула, верил и Аршакян, все верили в то, что это возможно. Но по тому, как складывался матч, ну, наверное, сложно было сказать, что удастся все-таки добиться нужной разницы. А если учесть, что еще днем ранее пустили 11 от Мегатитана и ни одного не забили, то вот эти шансы, они казались совсем призрачными. Такое ощущение, что разминались с Мегатитаном. Как написал Игорь Кротков, что как хорошо мы потренировали накануне Техносила, что она выдала такой результат на следующий день. У Техносила там большие проблемы, на самом деле, в команде, конечно, там не стоит какие-то траурные вещи надевать на себя, но все-таки Макаров, который, в общем-то, львиную долю голов забил и вообще в целом смотрелся просто превосходно в этом матче. Сейчас, насколько я понимаю, подписывают профессиональные контракты, в этом случае будет как минимум сборы проводить с профессиональным клубом. Соответственно, травмировав Аршакян, в общем, действительно, Техносили бы взять небольшую паузу, вот Еврокубковую, для того, чтобы собраться с мыслями. Но, к сожалению, 1-16 она вот сейчас, до Нового года проходит. И она не просто проходит, она уже наступила, Крыма ездили в гости Овнинца и там, к сожалению, проиграли, но надо сказать, что проиграли вполне, если будет так уместно, такое выражение, комфортным счетом 4-3, потому что был там счет 3-1, 4-2, то есть было бы уже так потяжелее, но 4-3, в принципе, один мяч, хотя бы до пенальти, это вполне отыгрываемое. Ну, 0-3 отыграли, я думаю, что один мяч-то. Ну, да, согласен, но посмотрим, все-таки Рома немножечко соперник посерьезнее, чем экстрим-нет, это раз, во-вторых, я думаю, что в плей-офф и настрой будет совершенно другой. Но Далгин должное все-таки Техносили, потому что в гостях, проигрывая в 2 мяча, вот в 3, нет, в 2, в 2 мяча, команда дважды еще забивает в последние 10 минут. Очень важные голы, да? Да, вот они очень важные, на 53-й Козырев и на 59-й Куликов сбивает 2-й и 3-й мяч, важнейшие мячи, да, то есть команда боролась до конца, команда упиралась. И на самом деле вот эти мяча не могут сказаться. Да, ну и сами представители команды говорят, что они не хотят ударить в грязь лицом перед всей московской общественностью, перед зрителями Запада, потому что это же тоже очки в копилку Западной лиги. То есть каждый выход из группы, каждая победа, в том числе и в плей-офф. Поэтому где-то даже приоритеты меняются, да, и делается ставка на Кубку ЛФЛ. Ну, в случае техносила это логично. Дебютный сезон в Кубке ЛФЛ, в чемпионате вряд ли удастся попасть в Еврокубковую зону, очень сложно это будет сделать. Вряд ли удастся вылететь так же. Вряд ли удастся вылететь, где найти мотивацию, где нет в Кубке ЛФЛ, это совершенно понятно. Да, да, согласен. Ну и давайте посмотрим группу Е, там трансконтейнер у нас занимает первое место с 13 очками. Кстати, как и у забытых, да, но вот благодаря, опять же, вот этой победе 1-0, да, команда гарантирует себе спокойную весну, так скажем, да, без нервотропки. Вот сейчас зимой, лишний раз собираться, ехать в холод, в стужу, это вообще никому не надо. Трансконтейнер, все, что от себя, от его зависело, он сделал, добыл себе путевку туда прямиком в весну. Вот, мы говорили, помните, регион 13, вроде бы и был лидером, да, как все поменялось. Обыграл трансконтейнер, да, регион. Да, ну тут опять же, вот по словам трансконтейнера, это была осечка, то есть не должны были они проигрывать встречи, что-то недонастроились, что-то не пошло, в общем, ну какая-то вот случайность, так скажем. Так они к этому отнеслись. Тем не менее, в последнем туре трансконтейнер обыгрывает империал со счетом 5-0 и гарантирует себе первую строчку. Но забытые мы совсем не забыли о них. Они напоминают о себе. Да, они напоминают о себе. Снова вернулись, да. Да, потому что они встречались со вторым местом группа F, где Успенская встречалась с Нижгарами. Здесь Нижгары первый, Успенская, соответственно, второй. Успенская дежурно обыгрывает Нику у РК и готовится к забытым команде, которая за два матча с трансконтейнером пропускает всего один гол. При этом, да, не забивает, но пропускает один гол. Забытые вообще для меня какая-то команда загадка, потому что то, как они играли против трансконтейнера здесь, на Сетунем парке, первый тайм полностью в обороне, даже не высовывались особо. Но зато, когда пропустили, пошел такой обоюдный острый футбол и стало понятно, за счет чего вообще забытые оказались в этой Еврокубковой осени. В принципе, команда в чемпионате добывает свои очки, команда очень хорошо бежит, хорошо комбинирует и может забивать. Получается, могут и обороняться, и атаковать. Да, но вот почему-то всегда делают крен в сторону именно обороны. И вот забытые проезжают к Успенскому в 1-16 финал Кубка ЛФЛ. И Успенская, казалось бы, тоже без нескольких своих лидеров, без капитана Абрамова, Цаи нету. Казалось бы, есть кадровые проблемы, нету тренера, Владимир Фирсов повредил здоровье, не смог присутствовать. Казалось бы, будет тяжело, но в результате, мы сейчас смотрим как раз видео с этого матча, Успенская сбивает 6 мячей. Это вот еще одно дополнение к моему непониманию, что команда забыта, потому что, да, хорошо, пропустили, во втором тайме забили, 3-2 был счет. В принципе, вполне играбельный. Но зачем-то команда понеслась вперед всеми силами забивать дальше, как будто бы забыли, что будет ответная встреча. И пропустили аж 6 мячей. Вот теперь 6-2, как отыгрывать дома, ну, это большая загадка. То есть, я вот не понял этого момента, зачем команда побежала и при этом на контратаках пропустила 6 мячей. То есть, ты хочешь сказать, что это скорее не победа Успенского, а проигрыш забытых? Нет, я хочу сказать, что как забытые могли в одной встрече проиграть двухматчевое противостояние. То есть, проиграли все-таки, ты думаешь, что 4 мячей нереально отыграли? Ну, при том, что транс-контейнеры забили 0, ну, Успенского, может быть, конечно, не такая слаженная оборона, но 2, может быть, да, забьют. Но при этом Успенская и сама забьет. Но при этом от транс-контейнера пропустили всего 1 за 120 минут. Значит, может команда обороняться, да, и при счете 3-2 я абсолютно согласен. Да, даже просто вот отстоять этот результат, и тогда... Нет, ну, играй ты спокойно, играй ты в тот же футбол, там, может быть, забьешь, может быть, не забьешь, но ты хотя бы сохранишь шансы на ответную встречу. А сейчас 6-2, 4 мяча отыграть, это очень тяжело. Тяжело, согласен, да, но дадим должное все-таки похвалим Успенская, которая играет до конца, сбивает. Успенская в этом плане, они вообще большие молодцы, и вот не было тренера, я, честно говоря, даже в небольшом шоке, потому что они здорово сыграли именно тактически. Они во втором тайме сели и ждали своего соперника, они поймали, то есть это вот, грубо говоря, рожон уже был расставлен, и совершенно спокойно на него нарвались забытые. Так, понимаешь, вот я про что говорю, здесь все играли спокойно, не было никакой тасовки состава. Вот у тебя есть, все знают, что поиграют, все знают, что получат игровое время, какой-то, может быть, на качестве не было, да, может быть, я не знаю, может быть, в раздевалке было сказано, что играйте как смотрите, можете раскрепостило, ребят, не знаю. Но суть в том, что Успенская вот без тренера играет лучше. Это прям булыжник такой сейчас. Нет, я не хочу сказать, ничего не хочу сказать, но мы с Вадимом Фирсом уже разговаривали, пытались понять, да. Но вот опять же, такое ощущение, что команда нервничает просто. Пытаются от них что-то получить. При этом согласитесь, что команде, в любой команде, особенно в премьер-лиге, нужен тренер. А кого взять, если не своего человека, Вадима Фирсова, который в структуре клуба, который играл вместе с этими ребятами там уже несколько лет. Но он свой, по идее, должен быть. Нет, я не... То есть они не должны... Не про то, что про свой или нет. Здесь я даже все-таки придерживаюсь того мнения, что здесь не должен быть тренер. Здесь должен быть человек с бровки. Вот, например, тот же Дмитрий Ершов. Да, вот он стоял. Он же не руководит игрой, там, бегите туда-сюда. Он, возможно, он подсказывает, там, поменять этого, поменять того, да. И все. Идет просто замена и так далее. Да, когда есть тренерское решение. Да, но не надо менять, там, одного, второго, там. Должна быть какая-то стабильность. Сколько раз видели, что происходит в Успенском, если нету какой-то фигуры тренера? Там каждый второй начинает тренировать, подсказывать. Да, но... Как раз не тренировать надо, а просто человек, который будет мотивировать. Мотивировать чемпионат России. Но это же прекрасное подтверждение тому, что это не работает, вот твои слова. Я согласен. Но в таком формате, как был на чемпионате России, не работает. Но если отдать это одному человеку, например, Эльдару, да, все, может быть, совершенно по-другому будет. К примеру, да? Или про Дима, Дима, Ершов, которому не надо, он не будет объяснять тактику пятой, десятой. Футболисты обученные, может быть. Опять же таки, Дмитрий Ершов не может этим заниматься. Согласен. Я, к примеру, тебе говорю, да, может быть. Хорошо ограничен тогда функционал Вадима Ершова. Пусть он не тренирует, а просто проводит замену. Но здесь тоже... А для чего тренировки тогда? Такой здесь вопрос... Дискуссионный, я согласен. Да, но просто, вот мне кажется, что как-то более вскоропоченно играют, что ли. Это может влиять на психологию команды, конечно. Там наличие тренера может, допустим, как-то угнетать какого-то футболиста, да? Но тут в голову каждому не залезешь. Кого-то это гнетет, что его могут заменить, он боится ошибиться. А кто-то, наоборот, там, например, может раскрепоститься, да? Нет, но просто мы... Почувствовать свободу. Тут еще какая ситуация. То есть, хорошо, мы там играем с забытыми условно, и здесь вот, ну, как-то, может быть, команда сама прочувствовала, может, как-то сами настроились, как-то говоришь, хорошо, прокатило. Но будешь ты играть в ФКСП с Титаном, там нужна жесткая дисциплина. Там уже вот это вот выйти, абы как, а оно не получится обыграть. Ну, вот, послушай, была жесткая дисциплина с ФКСП? Ну, во всяком случае, команда, да. Ну, какая-то дисциплина была. Ну, какая была дисциплина? А я не был, ты хочешь сказать. Ну, было то же самое тогда. Так можно любому матч сказать. Когда дисциплины нет, происходят вот эти колоссальные счета по 10-0. Нет, послушай, ну, по 10-0, когда команда просто разваливается. Хорошо, если ФКСП бы не расслабился, да, продолжил играть в тот сутбол, было бы 10. Тогда мы сказали, что, ты бы сказал, что у Успенского нет дисциплины? Ну, в том матче, значит, ее не было, да. Вот. А ты почему думаешь, что Успенская расслабилась-то вообще? Когда? С Успенским. С прокуратурой? С Успенским. ФКСП? Да. Ну, потому что даже после матча в интервью, ребята говорили, что мы расслабились. Ну, и по игре было видно. Ты просто не видел, что происходило в первые 15 минут. Понимаешь, вот мы когда с интервью общались с Вадимом Ферсом, он четко говорил, что вот один стрельнул, вроде бы надо ставить, но в следующую игру он играет 10 минут, и он вообще не попадает в игру. Я тоже могу понять. Да, как тренер, вот поставь на себя его место, выстрелил, 2-3 забил, сыграл круто. Раз, логично, да, что надо его поставить, следующий мой, да, заслужил, ставишь, а он вообще реально не может ничего сделать в матче. Ну, так для этого и нужен тренер, чтобы он смотрел на тренировку. Да, ну, вот здесь очень тонкая, понимаешь, материя и грань, чтобы промотивировать этого человека, но при этом не загнать его. Ну, так для этого и есть, существует тренер. Вадима Ферсова выбрали на тренерскую должность, не просто так, не потому что он хороший человек, там, или хорошо судит, там. Хорошо, почему-то, да. Потому что у него есть опыт. Опыт чего? Игровой? Игровой, конечно, но в том числе и тренерский. Хорошо, почему тогда прокуратуре 0-3 вообще безоговорочно после первого матча? После первого, после 15 минут. Почему прокуратура проигрывает Титану? Ну, в смысле, почему 3-0 безоговорочно? Ну, безоговорочно. Почему Титан играет с прокуратурой? Титан играет с прокуратурой, матч равный туда-сюда. Ну, равный. Ну, потому что в сопернике равного класса. А здесь совершенно вообще разница большая. Миш, 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 ну, потому что разница между командами большая. Мы забываем о том, что Успенская дебютирует в премьер-лиге, набивает себе шишки. Ну, не может сейчас команда на равных играть с ФКСП или там с Титаном. Сейчас вообще в ЛФЛ мало кто может играть на равных с этими двумя командами. Ну, я с тобой согласен. Но опять же, может быть... Тут вопрос-то не только в тренерстве. То есть, ты можешь там проявить, ну, я не знаю, у нас нету каких-то Симеона здесь, да? Ну, там, или еще каких-то таких вот прям тренерских задумок. Да и потом ты не натренируешь команду за, там, условно, одну тренировку в неделю. Так она в том-то и дело. Я говорю, что тренировать-то не надо. Так никто и не тренирует. Вот, тренировать-то не надо. Тренируется, кто не умеет, как говорят в футболисты, да? Да, и не надо постоянно менять. Где-то, может быть, надо просто где-то наблюдать со стороны, где-то подсказывать, но, как говорится, не переигрывать. Вот и все. Вот и все. Но я опять же повторюсь. Мне кажется, что команда нервничает в каких-то играх. Вот и все. Это мое... Вполне вероятно, но не обязательно она нервничает из-за тренера. Может быть, какие-то еще подводные течения. Может быть. Но просто вот эта игра была очень хорошая. И потом, мне кажется, что Успенская это команда такого, где-то еще до сих пор команда настроения. Пойдет, хорошо будут играть, хорошо себя будет проявлять. Если не пойдет, вот с самого начала не задастся, то могут и проиграть. А вот, кстати, Успенская ЦД она обыграла с Вадимом Фирсовым или нет? Да. С Вадимом Фирсовым. Вот такой другой пример обратный. Да. А она была обыграна тактически. Ну, здесь, знаете, нет. В том матче, да. Успенская просто переиграла. Ну, тактически, справедливо. Абсолютный результат справедливый по игре. Справедливо, да. Но, опять же, и Вадим Фирсовым, что это большей части усталости и ЦДН. Да, если бы на свежую сыграл голову и ноги, да, ЦДН мог бы быть другой. Ну, может быть, выиграл, но игра-то была бы равная все равно. Ну, не факт. Почему? Может быть, совершенно было бы по-другому. Это очень такой вопрос сложный. Ладно. Мы увлеклись этой дискуссией. Дискуссией философской уже практически. Да, так можно про любую команду где-то что-то спорить. Вот. Успенская, главное, добивается важной победы здесь и имеет шикарнейшие шансы. Ну, чтобы не сглазить, имеет шансы на выход в весну. Ну, еще одна группа, это группа G, где ЦДН с трансгарантом, с чемпионатом решали, кто пойдет тоже. Эти две команды пойдут дальше в весну. Мы говорили о том, что будет какая-то упорная борьба, что вот чемпионат, помните, да, в первом туре отобрал очки у ЦДН. 2-2, да. Да, что как-то все не так, что ЦДН не факт, что фаворит, но на деле ЦДН собрался и просто разнес чемпионат. Ну, честно говоря, мы как уже говорили в этой передаче, что ЦДН просто не повезло в той встрече, на выезде, а это еще и на выезде, все-таки другие условия, там просто не повезло. То есть для меня, честно говоря, не было никакой интриги в этой противостоянии. Ну, я видел, вот, ну, просто тот матч, если вот посмотреть, посмотреть те моменты, мы, по-моему, их даже показывали нашим телезрителям, но там... Был-был матч, да. Там 10 должно быть. Штанги, перекладины, вратарист там сумасшедшие вещи творил, и чемпионат невероятный гол забил человек с лету. Получается, что у ЦДН, если не повезло, то у команды должно быть 100% очков, это у нас 18 очков. Где еще опять не набранных очков? Проигрыш трансгаранту, почему? Опять не повезло? А при чем здесь это вообще? Ну, как при чем? Я к тому, что могло произойти все, что угодно. Опять могло не повезти, например. Ну, по идее, ЦДН должен здесь был выходить вообще с сигаретой, а по факту получается, что нет. Нет, они вышли, они вышли очень строго, и с первой минуты до последней отработали. Вот, да. Потому что, конечно, они сами себя загнали в этот угол. Вот оно все и началось, это как раз история с потерянными очками в том же чемпионате. В играх, в первом туре, сейчас бы они спокойно были, вот как говоришь, сигареты бы спокойно играли бы. Я с тобой согласен. Так они бы могли вообще не выйти, если бы они не вышли, если бы они не собрались на последнюю игру, они могли вообще из группы даже не выйти. Ну, да, да. Вот я про что и говорю, ЦДН, второй Трангарен, 10 очков, третий чемпионат как раз тоже 10 очков. Хотел сказать, попадает в кубок Интертота чемпионат, но нет, такого, конечно же, нету. Здесь ЦДН выходит с первого места и тоже избавляет себя от лишних... Кстати, да, извини, пожалуйста, про чемпионаты. Очень они плохо начинали сезон, там было и поражение, они пищевику проиграли в суперкубке, да, вот, казалось бы. И в группе 12-1 проиграли. Пускай, да, в общем. И после чего чемпионат чуть-чуть набрал свои кондиции игровые там и во внутреннем первенстве, чуть-чуть получше стали выглядеть. И поэтому как раз вот недавно они с ЦДН дали такой хороший бой. Ну, это было видно, честно, что команда лучше играет, нежели чем в первом туре. Но с другой стороны, ЦДН, ну, был наглого сегодня. Да, 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 все верно, все верно. Вот ЦДН показал, в принципе, как он может играть, какой потенциал, но почему-то он не до конца используется. Бомбардиры. Кубка ЛФЛ из наших лучше всех выступает здесь Максим Горихин. На пятом месте все забитых мячи. Зато у нас на первом месте, как вы думаете, кто по передачам? Молчание, Макс. Подскажи нам, какую команду. Ну, на поверхности. Он всегда в лидерах по передачам. Мне почему-то Миченков хочется сказать. Нет. Не угадал. Гим, ну давай, давай. Ну, вот прям на языке крутится. Вот ты прям, мне кажется, сейчас скажешь. Ну, ладно, это, ну, конечно же, Крылов. Ну, кто же еще у нас по передачам лидирует? Это Павел Крылов. Я с ним просто разговаривал непосредственно после того сезона. И он сказал, ну, как же так, вы меня там не отметили в лучших игроках. Я, говорит, столько забиваю. Я говорю, ну, значит, не должен-то забивать, лучше отдавай. Вот Павел отдает 8 голевых передач. Уже набралось. Обычно от Павла идет удар либо со стандарта, либо с игры в дальний угол. Либо он попадает, это гол, да? Либо кто-то на дальней штанге замыкает, это голевая передача. Ну, еще нужно тут иметь в виду, что Павел штатный исполнитель угловых ударов. И здесь тоже голевые передачи он себе набивает. Ну, какая разница? А со штрафных забивает, да? Голевая есть голевая, вопросов нет. Ох, друзья, вот такая у нас получается Еврокубковая осень, уже практически переходящая в зиму. Поговорим о внутреннем чемпионате. Буквально пару матчей. ФКСП Успенская мы с тобой отметили уже, да? 5-3 и показали забитые мячи. Вот два матча я бы хотел с вами обсудить. Это Мега Титан, ЦДН, центральный матч, естественно, этого тура. Сбегу вперед, вообще вся четверка встречалась друг с другом. Мега Титан, ЦДН, Мега Титан с потерями. Вы, друзья, комментировали этот матч. Мега Титан... С большими потерями, с очень серьезными потерями. Практически вся центральная линия была выключена из этого матча, потому что не было Терентьева, не было Пименова, не было Кутузова. То есть, вот вся эта ось. Но при этом появился Казанков, который вот Игорь Кротков, ну, просто... Появился, но ненадолго. И Ланцов. Души не чают в нем, и прям вот все. Казанков, Казанков, Казанков. Ну, как считаете, он вытащит Мега Титан? Как он сейчас вытащит Мега Титан, если он удалился, и, скорее всего, получит дисквал? Ну, вопрос на... До конца своего отпуска, как раз, ну, он же Пскак-Набаровский. Ну, если весной, если бы, хорошо, ну, вот, если бы не было дисквала, он бы вытащил, как вы думаете? Это вот человек, который... Ну, зимой Казанков, он не так силен. То есть, мы видели и прекрасно знаем о всех возможностях Максима, Но ему нужно сцепление, ему нужно более хорошее поле. Да, вот весной где-то, может быть, летом. Это, да, это его уже игра будет, и там он может, ну, творить действительно большие чудеса, вытаскивать матчи в одиночку. Но зимой, зимой очень тяжело это сделать, и поэтому, ну, не думаю, что прям уж сильно бы он помог Мега Титану вот в этот отрезок. Да, это усиление, да, это игрок, ну, как мы говорим, основной игрок СКА, То есть, ну, в любом случае, это сильный футболист. Но, опять же, он приезжает редко, то есть, он не так хорошо сыграет с партнерами. Поле скользкое, он не может, там, где-то убежать, от кого-то пробить, точно. То есть, это мы видели, он пытался это сделать, и он здорово вообще, в принципе, как раз вот нагнетал давление на оборону ЦДР. Но где-то, как раз, командных действий не хватило. Про командный я с тобой соглашусь, Максим, ты что думаешь? Мне кажется, что Казанков даже в этом матче выделялся. То есть, это была первая игра в этом сезоне за Мега Титан. Были видны вот это перемещение быстрый ног, то, что на нем не успевали, да, на нем постоянно фолили. И то, что вот эта конфликтная ситуация возникла, она, опять же, там, после фола, да, по-моему, как раз-таки опять на нем. То есть, мне показалось, что Казанков выделяется даже на таком тяжелом зимнем поле, попав, вот, ну, понятно, что в свою команду, в ребят он всех знает, но даже по этому матчу он выделялся. И вот передачу, какую он отдал на Корчагину, совершенно шикарную, голевую. Позвольте себе вот такую мысль. В одно касание, кстати. Да-да-да, в стеночку они сыграли здорово, там провалился один из крайних защитников. Позвольте себе такую мысль сказать, что в этом матче он выделялся только потом, ну, не только, точнее, за счет своего мастерства, но еще за счет того, что не было вот как раз этой центральной оси. То есть, игра была бы уже построена без него, да. А нет Пименова, кто-то должен брать на себя вот эти лидерские качества. Нет Кутузова, есть хорошо спас. Слава богу, Мегатитан и Игорь Кротков подстраховались, да. У них есть Эрик Корчагин, который проявляет себя и в полузащите, и в нападении. Но вот был бы Пименов, была бы другая игра. Уже не нужно было бы столько Казанкову общаться с мячом, вот, тащить его самому. Там уже совершенно по-другому было бы все выстроено. И поэтому, действительно, в этом матче очень большое внимание уделялось Казанкову. С другой стороны, с помощью передач Пименова того же или Кутузова, Казанков мог бы еще лучше себя проявить, раскрыть. У Мегатитана не было центральной оси, о чем ты сказал, да? Но ЦДН при этом не переиграл Мегатитан в центральной линии. Да, ну, Ланцов хорошо играл, Кабанов, ну, это игрок, который в, там, совсем недавние, там, чемпионские годы, когда вот Мегатитан был, вот, прямо на таком, на шикарном ходу, то есть он был одним из лидеров. Он играл именно в середине поля. И играл-то здорово. Кабанов, хороший футболист. Да, поэтому игрок центральной оси, поэтому за центральную я, как бы... Ну, а за центр обороны, допустим? Здесь, в принципе, можно было попереживать, да, Терентьев, это такой настоящий домосед, но, на самом деле, я когда увидел Куксов, это человек, который в Барсе играл последнего защитника. Ну, Сурков играл последнего защитника. Вот. Ну, сейчас я до этого, да, Аборов, который может сыграть последнего защитника абсолютно спокойно, и тоже Сурков. Универсальные футболисты. Их можно вот троих поменять, и от перестановки слагаемых сумма не меняется. Был бы вот практически... Ну, здесь в большей степени с тобой согласен. С другой стороны, они нужны на своих позициях. Также, на которых уже притерлись, вот этот механизм, он все равно, он должен быть отлажен. И как раз... Это понятно. Все шестерки должны быть на своих позициях. Это понятное дело, как у любой машины. Но, скажу, что если какая-то вот такая ситуация, то перестановки, они вообще безболезненные. Абсолютно. И вот эта игра доказала, что Мега Титан, ну, он бы лучше СДН. В любом случае... Мне так показалось в этой стране. Вот мне так не показалось, честно могу сказать. У СДН были свои моменты. Мне не показалось, что Мега Титан сыграл действительно намного лучше. Ну, может быть, не намного лучше, но чуть больше моментов был у Мега Титана. Нет? Нет, мне так какой-то внутренний ощущение. Нет, ну, было больше ударов. В любом случае было больше подходов. Но здесь вопрос еще и к СДН. Действительно, очень парадоксально не получилось переиграть Мега Титан в середине поля. Хотя не было того же Пименова, вокруг которого строится игрокоманда. Это для кого не секрет. Вот здесь очень странное какое-то стечение обстоятельств. Я думаю, что где-то, наверное, и тактику. Может быть, СДН неправильно немножко выбрали. Или, может быть, не знали о том, что у соперника будут такие большие проблемы. Я думаю, что максимум они должны были знать. Ну, я не знаю, были ли инсайды, что сыграют Казанков и Ланцов. Но, на мой взгляд, вот именно Казанков и Ланцов, они вот эту вот функцию, которую выполняли Пименов, да, выполнял в первую очередь. Поскольку вот мы смотрели Мега Титан с Пименовым, ну, то есть он ведет просто все атаки, грубо говоря, начинает. То есть через него вся игра построена. Думали, вот Пименов не приехал на игру. Ну, точнее, он был на игре, он с травмой, да, не может играть. Да, ну, мы думали, честно говоря, что СДН будет преобладать в центре. Но нет, все-таки Казанков и Ланцов, кстати, тоже. Они вот именно в центре. Вот эту канитель организовали, что не уступили СДН совершенно. Да, но здесь еще мы с Максимом во время репортажа обращались к этой тренерской идее. Альберта Николаевича Осколкова. Когда мы увидели Майга Мамаду в обороне, собственно говоря, с... Не в первый раз, кстати. С его фланга пришел и голый Река Корчагина. И потом Майга, мы привыкли к тому, что он играет в центре поля. Да. И как раз вот он мог бы помочь. По идее, здесь зацементировать где-то. Да, хорош Макаров без вопросов. Но такой опоричек, да, под него, под Макаров? Как-то можно было и задействовать, безусловно. Ну да, да. Где-то СДН ошибались больше, наверное, чем просто Мегатитан. Где-то вот так вот. Я бы не сказал, что, да, может быть, Мегатитан сыграл лучше, но по моментам все-таки СДН были достойны ничьи. Абсолютно точно. Второй матч, который мы причисляли к лигерам. Мы здесь пошли практически на беспрецедентный шаг и поставили две трансляции, чего в этом году у нас еще не случалось. Надеюсь на то, что Титан и Портер... И зря. Покажу, да, какую-то интересную игру. Мне лично казалось, что Титан дает играть себе. Обычно, как говорят, нравится там та или иная команда, потому что она играет сама и дает играть себе. Но как показывает практика, что Титан играет сам, но не дает играть сопернику. Наверное, так можно... Очень высокий темп игры, очень мобильность на высоком уровне. То есть мы это вот как раз с нашим коллегой Дмитрием Башкиным обсуждали по ходу встречи, что как только была потеря мяча около игрока Портера, сразу же даже щелкнуть вот так вот не успеваешь. Уже три игрока Титана, и они уже с такими глазами готовы отобрать у него мяч. И отбирали. И за счет этого как раз у Портера ничего не получалось. Ну да, вот быстрые мячи, и Портер просто был сметен уже в самом начале встречи. И такое ощущение, что то ли не готов оказался Портер, физически, то ли психологически. Вот как-то неожиданно. Честно, я мог предположить, что Портер проиграет, может быть, в три мяча теоретически. Но то, что так быстро все это произойдет, он даже не успел проснуться. А помнишь, Миш, мы тоже комментировали матч Портера с Мега Титаном? Там, в принципе, то же самое происходило. Ну да, там первый тайм, и сразу же Мега Титан взял в свои руки, и три мяча забил. Да, но потом Портер забил, там какая-то интрига, что-то наподобие. Во втором тайме она началась, интрига. Да. Но в первом уже 3-0 было в той игре. Да, да, да. Я говорю, все-таки Мега Титан, но почему-то не добиваться их соперников, он дает шансы ему войти в игру. Титан такой возможности просто не дает. Просто-напросто. Вот. Но, как я понял, у Портера были большие кадровые проблемы, потому что я в заявке увидел даже Алексея Климкина. Он играл. Да, хотя человек находится, насколько я понимаю, сейчас с серьезным повреждением. Ну, в целом состав того Портера был вполне способный. И, ты знаешь, пара Менченков-Форманов, вот почему-то она не выходит вместе. Достаточно. Потому что, может быть, слишком атакующая пара. Ну, при счете 3-0, да, мне кажется, Форманов и Менченков, они, в принципе, ну, неплохо взаимодействуют друг с другом. Вот у них почему-то, Максим Ковальчук не дает им времени достаточно, хотя вот мне бы хотелось больше. Когда проигрывают, уже серьезно проигрывают, тогда уже два форварда играют, Ислам Форманов чуть ниже, до с края. Но здесь они не играли. По счете 3-0 уже можно было бы, но почему-то все равно Максим Ковальчук так не делал. Ну, здесь вопрос к Максиму Ковальчук. Нет, безусловно. К сожалению, почему-то он не видит эту связку. Нет, он видит эту связку. Я говорил, что ему нравится, как они взаимодействуют, но при этом он почему-то их выпускает реже, чем мобы, на мой взгляд. Ну, это вопрос хороший. Это вопрос, которым копаться нужно. Вот здесь, ну, просто в одну калитку. Простите за такое грубое выражение. Вот, но дальше у Портера-то не легче, на самом деле. Ой, там... Это ФКСП, ФКСП, который показывает сейчас, ну, тоже шикарный футбол. И Портеру сейчас надо забыть не только эту победу, но... Поражение, прошу прощения, да? Но просто вот тебя, вот как на войне, другого слова не могу подобрать, просто закусить руки вот так сжать и просто, я не знаю, биться, вырывать вот с ФКСП, чтобы доказать свою профпригодность и свою, как бы, ну, просто вот достоинство даже, да? Потому что второе поражение, ну, мне кажется, будет очень болезненно. Очень болезненно, и Портер не должен его допустить. Это игра в ШНАТ-40, 8-го числа, 8-го декабря. По бомбардирам, знаете, такого давненько у нас не было в чемпионате, когда... В два раза? В два раза, да. Превосходит Сергей Кутузов в остальных... 10, да, Кутузов 24 забитых мяча, один с пенальти, ну, вот, что хорошо. Вы знаете, да, моё отношение к этому? Не пропускаешь ни одного такого случая. Да, да. Подлетись. Причем, Миша вот делает на этом акцент, но сам пенальти бить не ходит. Конечно. С пенальти не считай, спинальти не считай. Слишком легко, да. 24, Агапцев 14 мячей, это второе место, да, Корчагин, Боркин, Игнобо, Гай из Гатагова по 13. Вот, в принципе, борьба идет, вот, Кутузов вырвался прилично. Такого давненько не было, согласитесь. Ну, Кутузов гексатрики делает, да, двойные хитрики, поэтому сложно за ним поспевать. Ну, и по передачам у нас Алексей Киселев и Дмитрий Агапцев по 12 передач, Крылов на третьем месте, конечно же, он будет в этом списке, Пестрецов и Микингин по 9 передач. Но вы знаете, что вот мне радует, что команды, которые в середине идут, тоже присутствуют. В частности, Гнобо, Гай, например, и представляете, ЛЧО нравится, что и Борькин, который, кстати, очень здорово играет в последнее время, и Пестрецов. Кстати, у Гнобо, да, у Кут Диуарца, он вровень шел с Кутузовым до того момента, по-моему, когда как раз Мегатитан, тут, кстати, хотел подчеркнуть менеджерское мастерство еще Игоря Кроткова, который за день договорился сыграть и с Техносилой, и с Альбионом. И вот, как ты говорил, уже 22-2, да, выиграли они с общим счетом 11-0-11-2, и Кутузов тогда уже в два раза Гнобо опередил. До этого они шли вровень. Ну, вот, видишь, как чуйка у Игоря Кроткова сработала, но дальше будет интереснее. Кратко проанонсирую, что 15-го числа запланировано супердерби Титан-Мегатитан, надеюсь, оно не перенесется. Вот, мы увидим матчей, суперматч, по-другому я не назову. Новогодний подарок, прямо. Да, 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 пойдет у нас в сетку эфира. а дальше к нам присоединится во-первых, гость, известный гость. Мы поговорим о имени Москве и о первом дивизионе. Продолжаем мы нашу передачу, и, наконец-то, к нам присоединяется наш гость, которого мы уже сегодня анонсировали. Это Роман Гаранин, человек, который, за плечами которого большая карьера в любительской футбольной лиге, который сейчас является администратором стадиона, ну и, помимо этого, много выполняет каких-то функций. Ром, добрый вечер. Добрый. Рады приветствовать тебя в нашей студии. Поговорим мы с тобой сначала про непосредственно про футбол. Ты выступаешь также за Портер СВ. Кстати говоря, я не знаю, видел ты или нет, но приставку СВ сейчас почему-то убрали. Ты знаешь, Нет. Потому что стал теперь АФК Портер и просто Портер. я так и понял, потому что подразделение АФК и просто Портер, без СВ. Ну ты тоже увидел, что теперь СВ нет. Но по старинке просто все равно выскакивает и хочется. Ну как-то мы уже привыкли к этому Портеру. Совершенно. СВ. Ну и как-то нужно разделять все-таки команды. Не часто мы говорим АФК Портер, обычно говорим просто Портер. Портер СВ, не Портер же 2. Ну обычно говорят Портер основной и просто Портер. То есть получается так. Все верно. Поэтому некоторые путаются, но мы вроде как все знают. Вы, Ром, не путаетесь? Нет, мы уже разобрались. Формы похожи, опять же, да? Формы у нас единые. Ром, твоя команда выступает в Кубке Москвы, в Лиге Москвы, прошу прощения. Это Мини-Москва, как мы ее называем. В эти выходные вы, напомним, что в группе С, в эти выходные вы встречались Десеп номер 7 и проиграли. Ну на самом деле по делу, да, проиграли? Я считаю, что да. Мы с тобой после игры разговаривали, ты обмолвился, что еще и там в гостях могли тоже проиграть, но выиграли. Почему тогда получилось выиграть, а сейчас нет? В первой игре мы как бы ну честно говоря, мы к этому турниру очень готовились основательно. то есть и руководство ставило задачи определенные, то есть в этом году ну как минимум дойти до челленджа, до полуфинала, как бы там, чтобы, ну, чтобы держать марку, так сказать. Потому что в прошлом году мы ее выиграли и надо было как-то соответствовать. Ну, получилось, как получилось. В первой игре быстро забили. не хочу сказать, что мы зависимы от одного игрока, игра и показала и с Phoenix N9, то есть мы играли достойно, но проиграли там на последних минутах. Поэтому ну а во второй игре это как бы я не знаю, что случилось, будем, конечно, разбирать там и разговаривать, просто не удалось после игры пообщаться. Что это? Может быть поле, может быть нет настроя? Ну, даже не могу сказать. Может зимний футбол начался, может Собиеву кто-то не угадал. Десеп пристал той же командой в первом матче? Ну, они перестроились, во-первых, то есть с нашим основным подачей они стали играть вдвоем, хотя ну, один в один он в первой игре разбирался и забил, по-моему, пять мячей. по большому счету сделал результат. В этой же игре в данном момент они держали его вдвоем, то есть страховали и у нас много не получалось, наверное. Хотя если бы забили первым таймингом, то чуть-чуть 1-0, я думаю, может игра как-то поменялась. Да, не удалось забить. Но на самом-то деле вот это поражение вам не особо ударило по турнирному положению. Вы остались все равно лидерами группы. игра в запасе. Ну, само поражение как бы мы надеялись на другой результат. Здесь показали, что нам еще работать и работать. хотя у нас довольно клопная команда. Опять же. Портер и Десеп номер семь. Это два главных фаворита группы? Ну, я думаю, да, и фавориты всего турнира. Даже так можно сказать. Да, Десеп мне очень нравится команда, очень симпатизирует. Приятная команда приятная и дает играть. И сами играют. Пацаны смотрят, обученные, много минчиков, я так понял. Есть, по крайней мере, ребята, которые выступают в высших слоях нашей ячейки мини-футболной. Потому что здесь тяжело с ними. И прошлые годы, я помню, когда это все начиналось, очень сложно мы с ними играли. Да, Десеп себя зарекомендовал. Хорошо. В субботу, по-моему, 9-го числа, это суббота, по-моему, да? 9-ое или воскресенье? 9-ое число это воскресенье, у вас игра с родиной, у вас по 3 очка. Ну, это да, это ни в коем случае не снимается с нас какой-то ответственности. То, что мы также полномерно готовимся к этой игре, как бы, все говорят, что это не менее важная игра, а что с зэпом. Но с турнир точки зрения, выигрывай и вы вышли дальше. Но будем стараться. Будем стараться. Правильно ли мы понимаем, что руководство Портера поставило приоритетным просто именную лигу Москвы? Ну, не то, что приоритета было, но нам, во-первых, и в первой лиге надо закрепиться, то есть мы же все равно в любом случае новички. и по турниру таблице мы сейчас ход набираем, но опять же здесь и важные игры пошли. С Фениксом девять мы последние в субботу прошлого проиграли, но потом, правда, выиграли в СПК-ЁГ, и как бы закрепились, я не помню, на восьмом или на девятом. Ну, а первый день мы еще поговорим сейчас пока про Еврокубки. Вот непосредственно приоритет все-таки Лига Москвы, правильно? Ну, так можно сказать, да. Кстати, лучший бомбардир Портера, Портера, хочу все добавить СВ, Илья Ульяненко в семь забитых мячей, он лучше бомбардир не только команды, но и чемпионата, но вот один забитый с пенальти, тоже буду это я отмечать, но и по сути после трех игр у вас шесть очков, вот мы сейчас видим на экранах турнирную таблицу квартет это 5 баллов, Родина 4 и Гравити 4 вот казалось бы тут здесь все возможно и до первого места, до Портера всего 2 балла, то есть значимость игры с Родиной вы понимаете, да? Ну, соответственно, конечно, потому что ну, здесь каждый может выиграть, каждый проиграет, но на том именно дается этот турнир на то, что каждый должен соизмерять свои силы и рассчитывать на свои силы, поэтому здесь каждый может и выиграть и проиграть. Портер это кубковая команда? Ну, мы в прошлом сезоне доказали, что мы кубковая команда. Руба, по ощущениям вот Цеп Родина Гравити в первом дивизионе Запада как бы эти команды выглядели? Я думаю, что Цеп закрепился бы, к сожалению, я не помню, как бы, но по-моему, с Родины я не играл и графити тоже не играл, то есть на тот момент я как бы этот отсутствовал. Ну, Цеп на какие места мог бы претендовать? Нет. Но мне кажется, поигре в десятки бы как минимум, если не выше. Да, я бы поставил как бы, ну, в пятерке они точно были бы. Наши пятерки, даже пятерки. Нет, я посмотрел Цеп но действительно хорошая команда. когда они играют, как бы, ну, довольно-таки мощный коллектив, как бы. Да, что удивились, что 4-0 обыграли. Нет, здесь я говорю, получилось как получилось, ну, ну, да, я здесь не буду ни в коем случае. Очень хорошая команда. Да, у коллега, хорошая, сильная команда, я бы сказал, да. Давайте обратимся к группе B, где у нас еще один представитель Запада, и в данный момент первый дивизион это Феникс 9, команда занимает своей группе первое место с 9 баллами, и вот как раз мы еще на прошлой передаче отмечали, что вот будет игра как раз за лиги против Заряда. Вот Заряд приехал к нам, но получил заряд как раз от Феникса. 6-2, здесь безговорочная победа Феникса. Ром, ты видел Феникс наверное не раз, можно прочитать фаворитам этого турнира? Конечно можно. Я может буду сбегать несколько вперед, потому что может где-то не хватить стабильности, они как могут проиграть, так и выиграть. То есть ну эта игра например на выезде они заряду проиграли, как бы здесь конечно здесь безусловно, то есть без всяких этих они как бы показали, что они как бы посильнее. плюс дома Феникс 9 играл, здесь надо было брать свои очки, потому что у заряда тоже 9 очков, у флагмана 99, кстати, флагманов очень много развелось у нас, да, сейчас последнее время на 6 очков и в принципе здесь тоже борьба вся еще впереди, но фаворит и заряд наверное они все-таки немножко фавориты в этой группе, согласны? Это усчитывает еще фактор, что если бы заряд обыгрывал здесь в гостях у Феникс 9, то был бы разрыв 6 очков, заряд бы лидировал с 12, а у Феникса было бы 6, большая была, колоссальная была проблема бы для Феникса 9 в последних двух турах. При том, что Феникса 9 еще во внутреннем первенце, тоже нужно решать свои задачи. Да, 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 в чем очень сложные, можно психологические. Да, ну поэтому все-таки вам попроще, мне кажется, спорта, да, вы где-то в серединке, вы не ставите каких-то задач в чемпионате максимальных, так скажем, там тот же выход из группы, наверное, закрепиться и вам все-таки психологически попроще, наверное, да? Ну, с одной стороны, да, ну, Феникс 9, она команда молодая, как бы, и поэтому, я же говорю, на каком-то этапе может просто не хватить, как бы, ребята все футбольные, но, вот это, как бы, с игренностью, они уже много лет играют, но, может просто не хватить, как это обычно говорят, опыта, опыта, да, опыта, ну, в таких соревнованиях. Плюс Портер второй год, играет подряд на два фронта, да, то есть, матч в субботу, матч в воскресенье, для Портера привычно уже. Ну, это раз, и второе, все-таки в Портере побольше опытных футболистов, Ковальчук, Коротков, Рома, почти вся команда в Ишлении играла. Да, Ярослав, поэтому, есть, кому упреждать, я скажем, да, опыт, но, тем не менее, Ярослав не так давно перешел в Портер, но он перешел, да, на правых аренды, да, и, как бы, это, я думаю, большой подспорь, вот, ну, сыграетесь, да, так как у нас есть и основной вратарь, и вратарь, который не часто нас посещает, но мы считаем его тоже основным, то есть, ну, и Игорь нас пока спасает, как бы, ну, вот, сейчас, да, перешел к нам Ярослав, ну, конечно, что и уверенность придали, и это, потому что, ну, Игорь тоже нестабилен был. То есть, три вратаря, получается? У нас, да. Вообще, чем хороша сейчас Лига Москвы, это тем, что это групповая стадия, и здесь есть право на ошибку, да, где-то не застроился, где-то немножко расслабился, но всегда можно исправить, но, где нет у нас ошибки, друзья, это Кубок Москвы, это где играют старые дивизионы, и у нас остался там единственный представитель, команда «Сокол», «Сокол» играл против Дубровки, Ром, не помнишь Дубровку, которая проезжала неделя ранее к нам? Не застал я, да. Дубровка здесь выиграла, со счетом 5-3 у «Сокола», и, казалось бы, ну, все, дома проиграли, на «Нефтяники», ехать в Капотне, туда там, громаднейшее поле, еще доехать надо. Да, пополам разделены, это, ну, очень сложно, я не раз бывал в Капотне, и это, на самом деле, не очень приятные выезды, вот, но «Сокол» в очередной раз, нас просто радует, победа 2-0, соответственно, счет по матчам 5-5, и напомню, что любительской лиги не считается голом на чужом поле, то есть, если эти 5 забили, соответственно, идет серия пенальти, и в серии пенальти в очередной раз, «Сокол», который уже, наверное, становится орлами, такими настоящими, западной лиги, да, как раз у нас, у нас логотип, да, символ тоже, такая птица, вот, выгрызает победу, на самом деле, и здесь «Сокол» в самом начале забил гол на 9-й минуте, Дмитрий Сергеев открыл счет, и уже в концовке, на 47-й минуте, Владимир Гебиев, забивает вот этот спасительный мяч и переводит, можно сказать, в серию пенальти. а там «Сокол» как птица в небе себя чувствует. да, ну, дай бог, чтобы так и продолжалось до финала, но, тем не менее, «Сокол», да, идет дальше, и в очередной раз, он поздравляем, удивляет, да, и мы поздравляем с этим, ну, достаточно, таким громким для команды событием, да, потому что, несколько, на прошлую, да, передача приходила представитель «Сокола», мы общались, вот, и видно было, как он горит, какой энтузиазм, и на этом, как раз, мне кажется, «Сокол» сейчас, тоже выжать, это один из немаловажных факторов. Все очень болеют, тоже за «Сокол», и Иване Лихоманову, очень многие написали поздравления после этой игры, все радуются и следят сейчас уже пристально за «Соколом», тем более, что сейчас уже четвертьфинал. Это же довольно неприятно, да, то, что у нас команда с запада, и… Это, кстати, дебют «Сокола» в Европу, совершенно верно, подчеркнуть за всю большую историю, о чем нам Иван рассказывал. Мы присоединяемся, конечно, к поздравлениям «Сокола», но давайте теперь поговорим о внутреннем чемпионате, о первом дивизионе, как раз, Ром, поговорим о «Портере», ну и у нас Дима, который знает практически все о первом дивизионе. Дим, о чем, за две недели, что у нас не было, о чем можно интересно рассказать? Ну, во-первых, так как у нас Рома в гостях, конечно же, про «Портер» нужно поговорить, и неделю назад как раз состоялся матч между «Портером» и «Фениксом-9», и я думаю, что это одна из таких ключевых, важных встреч вообще всего первого дивизиона, и «Портер» потерпел поражение со счетом 2-1. Вот счет он отлицетворяет, то, что происходило на поле, действительно ли чуть-чуть не хватило? Я думаю, закономерно, конечно, было, ну, в нашем случае это ничья, но, опять же, да, здесь небольшая непонятка со штрафного, как бы, и идет передача, ну, просто в ноги, парень там вторым касанием решает, как бы, да, здесь непонятно, но… Вопрос к обороне? Ну, и тут и к обороне, и… Ну, я думаю, сами все виноваты, как бы, потому что, ну, концентрации не хватило на все, как бы, этот, уже ушло, по-моему, на дополнительное время, да, я, насколько помню, по-моему, добавили 2 минуты, поэтому, да, ну, опять же, вопросы ко всем. Слушай, вот, в концовке показалось, что игра раскрылась, пошла туда-сюда, то есть, Портер, получается, тоже не хотел ничего этого? Ну, у нас были моменты, опять же, надо было, где-то у меня был момент, я там один в один выскочил, но не решил, да, там, шнурками ударил, ну, может, когда я поторопился, и не хватило, не хватило игровой практики, потому что, ну, долгое время сидел, да, ну, наверное, когда кондиции ушли, как бы, прежние, то, что, такие мячи я, ну, раньше забивал. Сейчас, плюс, после травмы же, поэтому, тоже. Поэтому, да, и… не стоило ли Портеру, может быть, как раз, оберегать вот эту ничью, в концовке? Ну, тут вроде, да, игра раскрылась, как бы, и… мы даже, можно сказать, и хотели, ну, как обычно, играли на победу, но, как получилось, так получилось, да, в конце, вот, я говорю, не хватило концентрации, и вот, получили второй, да. Это самое обидное поражение в чемпионате? Ну, как сказал босс, то, что, именно босс-босс, всего, или босс, я имею в виду тренер, Максим Квальчик? Нет, ну, будем утрированно говорить, как бы, просто босс, да. Все, все, просто босс, так. Что, ему очень понравилось, что проявили характер, как бы, что у команды есть стержень, и, что мы независимы, все-таки, от иного, или другого нападающего, и, да, ну, в двух словах такой разговор был, контекст. Ну, то есть, его очень порадовала эта игра, да, как бы, что по самодаче, по игровым качествам, как бы, мы, ну, тоже выглядели неплохо. Хотя, ребята молодые, ну, там, где-то, и, где-то нас они опережают, и... Ребят, ну, вот, скажите мне, Ром, и тебе тоже этот вопрос, ну, согласитесь, все-таки, портаж часть команды одного нападающего, ну, я имею в виду, Илья Ульяненко. Ну, вот, с Максимом, кстати, видели матч против того же Коммунара, Ульяненкова не было, ну, и Ковачук сыграл в нападении, я не думаю, что это прям совсем одна команда одного нападающего. Другой вопрос, что если говорить о каких-то серьезных матчах, то Ульяненков делает результат, от этого никуда не уйдешь. Я бы сказал, что так, что если Ульяненков присутствует на конкретном матче, то игра строится вокруг него, то есть команда на него играет. Если его нет, то и более команды по сути, вот, это и есть мой вопрос, просто Дима ответил по одному немножечко, Максим по другому, но суть-то одна получается. Ну, получается так? Нет, но ведь играет Порто с Ульяникой и Беса две разных структуры игры. Получается. Правильно? То есть команда очень зависима от него, согласитесь. Ну, когда на поле, естественно, мы играем на него, потому что, ну, человек приезжает, человек знает, что он делает, человека забивает, и, как бы, естественно, кому от этого плохо. когда его нет, да, мы перестраиваемся, и, ну, то, что у нас получается, то получается, между, Ну, вот я здесь все равно и согласен, потому что, когда он есть, да, одна игра Портера, нельзя сказать, что Портер, это команда, и поэтому, мы и с ульянниками, и без, мы также можем проиграть, как бы, как бы, даже играя показательно, да, мы проиграли 0-4, и, так сказать, по большому счету, у нас, ну, были микро-моменты, но во втором тайме, но не больше, да, потому что нам, ну, по большому счету, нас обезоружили, не дали ничего сделать, как бы, то есть, а вовремя мы не смогли перестроиться, так сказать. То есть это козырь команды, которую, например, нужно использовать, когда он вытянут из колодок. Нет, но с другой стороны, если, когда сейчас стоит вопрос о том, чтобы обжиться в первом дивизионе, да, может быть, как раз вот сезон надо разработать несколько моделей игры, да, когда с лидером, так скажем, и без, да, и тогда, когда есть план B, может быть, D и C, да, это совершенно другая команда. Да, здесь у нас, в конце концов, есть тренер, который, ну, всегда на первом плане и подскажет, и расскажет, и, да, и, дело в том, что он, ну, часто выходит, как бы, и сам играть, поэтому здесь уже, ну, вся информация у нас перед игрой, а когда перестроим, ну, перестраивается, уже, как бы, здесь, ну, играем по счету. А кто-то, кстати, руководит заменами, пока Максим на поле? Ну, у нас, достаточно людей, кто это, да, может сказать, ну, в частности, Николай Новик, как бы, капитан Кагунда. Да. вот такой вопрос звучит, вот как бы ты на него ответил? Потому что очень много людей спрашивают. Ну, разговоры ходили, но, как бы, Николай Александрович сказал свое слово, как бы, и здесь, ну, никто не стал, как бы, это уже, в дальнейшем, решает, да, то, что нам игрок этот нужен, и в портер, а в ка-портал, он, как бы, пока нет. А ему самому нравится? Пока нет. Все портери, все устраивает. если он проезжает, вот я здесь даже не заровняю, не на все матчи, опять же. Ну, тут, мы не знаем, он же ездит из Санкт-Петербурга. Да, здесь, здесь, все зависит от обстоятельств, конечно, да, он человек у нас, просто вот многие говорят, например, а почему подходит, а почему у Леоникова, например, вы не поднимите там, в основной портер, но мы забываем, но мы забываем, что портер, афк портер и портер, но это две разные команды, почему они, почему они могут, ну, здесь, ну, я отвечу за задачу, да, максимум, максимум, и наоборот, Иванцов опускается наоборот в первую лигу, а кто поднялся, никого, Максиму, он играл в портере, он играл, конечно, первые игры, мы пока там, по-моему, первые два тура мы выиграли, потом мы начали проигрывать, как бы, не могли это, вылезти, из какой-то некой ямы, но, понятно, что не хватало, не хватало, Ельцова, которого, ну, действительно, в прошлом году, он, ну, классно сыграл, здорово, как бы, и это, да, здесь он просто пошел, как бы, ну, если человек играет, то почему нет, попробовать свои силы, как бы, он и до этого пробовал, но, опять же, почему-то, я не знаю, не подошел, а вот сейчас, конечно, он является, я считаю, что полноценным, игроком основы, ну, то есть, да, но, вот, опять же, две разные жизни, две разные команды, да, связь одна, но, тем не менее, я вот все равно не понимаю, почему Ульяновиков должен играть в основном Портере, да, вот, ну, когда-то спрашивают, именно, здесь, здесь, две разные команды, что внутри происходит, мы же не видим, но, да, давайте вот так вот посмотрим, в какой футбол играет Портер, основной и Портер, собственно говоря, в первой лиге, это же разный совершенно футбол, да, и Ульяновиков, это совершенно нападающая, застроены, подзаточены под один какой-то определенный стиль, Портер так не играет, как Крыжановский, да, допустим, как Крыжановский, он, Ульяновиков дай мяч, и он решит момент, в Портере все-таки нужен Миченков, который может из столба сыграть, Форманов, который может убежать, там где-то сыграть, да, на подборе, потом Максим Ковальчук не раз говорил, что ему нравится вообще эта связка, Миченков-Форманов, когда они оба на поле, поэтому, здесь разные стили команды, командной игры, поэтому, на мой взгляд, то есть, Ульяновиков не нужен, Портеру вышел. Ну, я бы, как сказать, не нужен. Да, вот я тоже не могу сказать, что он не нужен, потому что это просто сильный футболист, да, с одной стороны, он бы усилил бы, но, с другой стороны, опять же, его нужно вписывать, его надо, нужно, это нужно игру перестраивать, это нужно, чтобы перестроить игру, это нужно футболиста где-то поменять, это целая настоящая головная боль для Максима Ковальчук. Не, ну, во-вторых, опять же, все-таки для меня главная мысль, второму Портеру, другому Портеру, там другая команда, и поэтому он там играет, а не потому что он там поиграл, его взяли туда. Он там нужнее, чем в Портере, в основном Портере. Пусть будет так сейчас, да. Дима, что еще про первый дивизион? Ну, победная серия Атлантиса, ее нельзя не отметить, вот как ты шатковывалка начинали чемпионат. Здесь, да, прошу заметить то, что начинали, правда, не очень, как бы, я уже на секундочку, честно говоря, подумал, что наши старики слишком сильно постарели, да, тут они выглядят, ну, прекрасная серия, так что, я думаю, они вернулись, да, вернулись. Победная серия из семи матчей, последние выходные было. Так сказать, они нашли свое поле, поле номер четыре. Вот где секрет. Вот, вот, в этом где секрет, Ну, еще одну деталь бы я отметил в Атлантисе, подписали они Артема Антошкина, тоже человек, знакомый Портеру, выступал за эту команду, если вы помните, очень юркий мобильный, нападающий. Насколько я понял, он из Портера ушел, это не по своей воле, а по-моему, вот что-то там не в армию забрал. Я помню, его еще по реальщикам, да, он уже начинал там, на юго-западе, да, ну, очень, очень, симпатизировал парень, как бы, это, но по своим скоростным качествам, по забивным, то есть, да, ну, а потом, нужно кому-то отдавать долг родить, да, он ушел в армию, как бы, и вот сейчас приходит в себя, но с такими мастерами, в принципе, может выйти толп, хорошим. 11 игр, 18 плюс 4. Да, что-то армия с людьми делает, серьезно, то есть, потенциал-то есть, да, у парня? Конечно, конечно. Серьезный. Ну, и Атлантис играет на четвертом поле, а ворвался-то уже в тройку, уже на третьем месте, уже в стыках, уже в этих переходных матчах, и я думаю, что на матч, во-первых, на матч меньше, чем у Комунара и Феникса 9, и Атлантис, мне кажется, где-то фаворит. Если захочет Атлантис, он будет фаворитом. Если Феникс согласится играть на четвертом поле, зная, и смотря на свою передачу. на Феникс 9 играл с Атлантисом на первом поле, это не помогло, извините. Ну, к примеру, у Феникс 9 есть же Комунара, есть Кегли и так далее. С Кеглями будет очень, наверное, тяжело играть на четвертом поле. Ну, да, тяжеловато будет. То есть, кегли надо растаскивать, надо расширять, если вот Геуско, как раз кеглям, это вот их, мне кажется. Поэтому, да, и поэтому регламенты мотивируют, да, будь выше, назначишь поле. Что касается, хочу добавить еще, что касается Феникса 9, Феникса 99, они же хотят еще, ну, сделать команды мини-футбольные, то есть они, я так понял, что с представителями, разговаривал с Сергеем, да, они зашли всерьез и надолго, как бы, да, и только они будут усилиться, усилиться, и у них абсолютно, ну, реальные задачи стоят, то, что, чтобы одна команда играла, хотя бы, ну, первой премьер-лиги. Ну, интересно вообще тенденция у Феникса 9, потому что сначала была одна команда, потом появилась Феникс, Феникс 99, в этом году появится в мини-футболе, что же будет на следующий год. уже будет участие. Да, 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 но в следующий год, видимо, будет проплаты и в третьей серии. Они сами решат, да, они сами решат. Феникс 3-девятки был бы, да, интересный вариант. Ну, вот, еще об одной команде, хочу поговорить с вами, Ром, и тоже, команда, которая идет в стыках, занимает четвертое место, представитель, которого мы тоже сегодня ждали, и, но отдуваться будет, в частности, Максим Киселев. Это CDN, это CDN 2. Очень противоречивые, вообще, результаты у команды. Вот, может проиграть, например, Ультра. Но Ультра и Интерос, это вообще-таки, возмутители спокойствия, могут они обыграть и лидеров, и проиграть последним местом. Вот, пока мы разговариваем, как раз с CDN 2, будет нарезка матча Ультра, CDN 2, затем будет CDN 2, Феникс 9, сразу говоримся, что победа 5-4. Честно, я не ожидал, Максим. Я вот, когда увидел счет, я не ожидал. Особенно, Ром. Я, честно говоря, ждал, что команда должна стрелять, потому что команда, не скажу, что это, Альбер Николаевич, я так понял, что перестраивает команду и переставит в нужном русле, но просто, не было побед, да. Команду, ну, я надеюсь, ее прорвало, наконец-то, потому что, ну, что-то говорит сам за себя, да. и как по-прежнему, ну, много пропускает, опять же, да. Я думаю, это еще, да, это все доработается, как бы, уже, пару точных замен, и, ну, возможно, вообще, и команда придет, в себя, да. Еще с чем можно связать вот этот спад, на несколько матчей CDN2, с травмой Евгения Кокацыя. Казалось бы, игрок совершенно недавно появился в составе команды, но неужто уже CDN2 настолько зависит от него. он удивил всех тем, как влился в коллектив, и влился в игру команды, то есть, будто бы все время в ней играл. То есть, с первых же туров он начал показывать результативность, какие-то игры, как, например, с Балтикой, просто сам, можно сказать, в одиночку вытащил, вот, забивал важнейшие мячи. И вот этот спад, который, вот, была ничья с Аланией, да, были поражения, вот, Турбины, да, проиграли Портеру, опять же, вот, в этих играх не играл Женя Кокацыя. Ну, вот смотри, Рома сейчас сказал, что Альберт Николаевич, Осколков, правильно? Перестраивает команду, и вопросы к обороне остаются. Но, Кокацыя-то игрок не обороны. Вопросы к обороне остаются. Кокацыя можно забить два, но команда четыре пустит. Нет, последние игры я смотрел без него, и поэтому, я думаю, да, как говорит Максим, да, парень влился, как бы, начал забивать, и, видимо, выпал. Он залечил травму, как раз, вот, я не буду скрывать, игра была с Фениксом, девять, да, с лидером, со вторым местом чемпионата, и он где-то приберегся с Ультрой, мы не знали, что у Ультра будут такие колоссальные проблемы, что они едва, ну, еле-еле состав собрали, там даже с травмами люди играли, вот, то, что там 17-0, это не должно выводить в заблуждение, да, этот результат. Ну, вот, Женя конкретно готовился, и с Ультра он дал паузу, чтобы до лечения до конца вышел, и, ну, получается, и решающий гол забил на последней секунде, и голевую передачу пяткой, там, шикарную он дал, то есть, действительно, от него зависимость-то есть, но, вообще, играться ДН-2 хороша в атаке, в целом, но вот касательно оборонительных действий, конечно же, есть вопросы, и это видно и по результатам. Кстати, на мой взгляд, что у ЦДН-2 такие же проблемы в обороне, просматриваются, как у ЦДН-2 основного. Слишком атакующая команда. У меня, знаете, что вопрос какой интересует, вот тот же Вадим Фирсов, да, из Успенского, Альбета, сколько мы все знаем, что это как бы игроки в основном, которые свою карьеру провели в обороне, оборонительного плана, да, то есть, по идее, где-то даже подсознательно в них мышление должно быть заточено, что построи оборону, от печки, от печки, да, почему тогда они построят, они строят хороший атакующий, команды говорят, атакующий футбол, атакуй, но при этом оборона хромает. Ну, потому что не так просто, ну, очень сложно, может быть, даже почти невозможно хорошего нападающего превратить в хорошего защитника, это... Но при этом CDN2 усиливается в основном нападающими, был взятка Кацей, Родионов из магистрали, вообще такая интересная как бы кортва из магистрали оказалась в CDN2, только вот они не ездят почему-то, да, ни Коновалова мы не видим, Родионов тоже не так много игр провел. Коновалов, он еще не приехал, не появился, вот, что касается Жени Родионова, то там вообще под вопросом ситуация, поскольку как АЦИ забирает основное игровое время и я думаю, что Родиону уже не хватает просто игрового времени и не факт, что он останется в команде. Но вопрос-то в том, что почему CDN тогда усиливается нападающими? Потому что появляется хорошая возможность взять хороших исполнителей, отличных исполнителей. То есть, Элина может быть взять? Ну, я прошу заметить, то что, ну, в данной игре, которую я смотрел, все равно не хватало реализации. То есть, они создают моменты, они много создают, как бы, да, но не хватало реализации. Поэтому, я считаю, что здесь целесообразно, ну, брать таких сильных нападающих, как бы, которые действительно будут решать моменты. Но, Максим, опять же, Ром, а то, что доставлять мяч к, ну, в штрафную и возле нее, ну, ребята абсолютно здорово умеют это делать. Получается, сейчас подобие Титана прошлых сезонов, получается, да, когда просто набирали, игроки-то хорошие, а результата-то нету. В общем, дело. Нет, почему просто набирали? Ну, взяли, я считаю, что у команды, которые претендуют, да, на выход в высшую лигу, должно быть несколько квалифицированных нападающих. Согласен, как минимум два. Ну, смотри, регионов покинет, то есть, останется как отцы. Кого не возьми второго, будут уже споры у вас. Если посмотреть статистику, ну, конечно, все мы ее смотрим, то, также, 11 мячей имеет забитых Руслан Анисимов, который, который можно... Но он согласится сидеть. Вот смотри, ну, тот же регион. между здесь, смотри, ну, сезон длинный, как бы, а тут, да, травма, ну, Женя Александровна пропустил четыре матча. Ну, так почему защитников-то не ищите? Вот такой вопрос. Почему? Ищем защитников, просто вот на данный момент, пока вот мы не находим человека, которого бы устроил... Получается, бразильская система. Мы забьем, сколько захотим, в общем, мы забьем больше, чем пропустим. Не совсем так, потому что, действительно, команда перестраивается, команда, видно, что строится, да, и как бы, здесь понятно, что и Альберта, и Владик Фирсов, ну, они играли в большой футбол, как бы, ну, здесь, соответственно, ну, футбол немножко другой, и, ну, я думаю, сильных защитников, у нас, они все... Найти сложнее, да, да, они все как бы расписаны, все на виду, и все как бы, это, да, на глазах, поэтому... Как это по фигурам, я думаю, да. Попробовали, тоже из магистрали, ну, не пошло у него. Взяли из Комунара Рогачева Андрея, вернули. Кстати, очень интересный трансфер, как вы его из Комунара, в принципе, взяли в CDN2, как можно затащить человека, который лидирует в тренировой таблице? Ну, дело в том, что Комунар очень прилично усилился, рассыпался пивдом, да, развалился, снялся, и Комунар взял оттуда трех футболистов, плюс еще они из юго-западного дивизиона привлекли, то есть у Комунара активнейшую селекцию проводят, и те игроки, которые до этого имели хоть какое-то игровое время, уже стало им совсем трудно иметь игровое время, и Алексей Приходный просто-напросто подыскивал места каким-то футболистам, которых главный тренер Малко не видит у себя в составе. Вот, в частности, Андрей Рогачев понимал, что мало времени у него будет, и с Алексеем Приходным мы переговорили, а он просто Андрей вернулся в CDN2 вот как раз это игрок оборонительного планового, про который ты спрашиваешь, в селекции это тоже ведется. Но это усиление? Это трансферное усиление? Это, безусловно, усиление оборонительных действий в CDN2. Интересно. Интересно, да, очень. Именно в оборонительном компоненте я считаю, что это усиление. Мне кажется, что он... Но он будет получать столько же игрового, хотя бы столько же игрового времени, сколько он получал в Комунаре? Он выходит, играет опорного полузащитника, и с Фениксом 9 он вторую половину второго тайма отыграл на позиции центрального защитника. В втором тайме пропустили один мяч, в первом пропустили три от Феникса 9. Ну, вот конкретные цифры я привожу. Плюс еще не надо забывать, что капитан у CDN2 травмирован, Олег Коваленко, он уже достаточно давно не играет, это основной центральный защитник. Как только он подправится, то, естественно, он поможет команде. Плюс селекция ведется, но не получается вот как-то вот так взять и хороших исполнителей-защитников, не исполнителей, а вот хороших взять двух защитников, поставить их, вписать в команду, вот пока что, ну, наверное, это... Это большая работа, да. Большая работа должна делаться, пока что секционная служба, наверное, не доделась. Ну, она-то и должна изначально это делать, а вот как раз, чтобы были хорошие результаты, она должна делаться, вот, самое сложное в начале, то есть обороны. Ну, да ладно, это вопрос дискуссий, у нас время уже потихонечку подходит к концу. Дим, что еще интересного? Ну, опять же, мы говорили, говорим про Интерос, про Ультра, про двух Возмутителей и Спокойствия. На этот раз Интерос обыграл Турбину со счетом 7-4, напомню Турбину, которая обыграла ЦДН-2, Портер и Коммунар, то есть, ну, практически всю верхушку, и при этом вот Интерос спокойно, совершенно может обыграть эту команду. И следующий тур тоже выиграл? Да, да, в следующем туре Интерос обыграл Ультра, кстати. Тут еще такое точное противостояние. Ну, а Турбина сыграла 2-2 с СПК-югом. И вот здесь вопрос для вас, господа, как команда обыгрывает ЦДН-2, Портер и Коммунар, но при этом не может свести нормальные счеты с СПК-югом или с Интеросом. Есть ли у вас какие-то догадки? Ну, здесь, на мой взгляд, все на поверхности, не хватает класса, опыта команде, потому что чемпионство, да, Ром, согласишь со мной? Оно же выигрывается не между собой, когда там играл Спарта, там, Каи, там, Барс, Атлантис и так далее, да, ведь чемпионство же не здесь в основном, в 90% случаях. Оно выигрывается как раз в середине турнирной таблицы и внизу. Вот если там не теряешь, то ты становишься чемпионом. Вот в чем проблема. Понимаете? Вот, у меня есть догадка по этому поводу, что Турбина это в целом где-то оборонительная, наверное, больше команда и против лидеров как раз им нежели чем первым номером действовать против того же СПК Юга или же Интероса. Согласитесь со мной, нет? Я не знаю, что касается Интероса и команды Ультра, да, вот их точно нельзя списывать за счетов, потому что команда как бы что Интероса, что Ультра, я посмотрел, если у них сбор, то ребята вполне обученные и Ультра вообще я считаю, что очень сильно бегут в контратаку, то есть у них очень быстрые края и с нами это показало, да, как бы, то, что они где-то и повели 2-0, то есть мы там сравняли, но там ушли от поражения. Интероса мне очень нравится команда, симпатизирует, потому что ребята просто руки не опускают, вот, пожалуйста, и пошли победы, как бы, не все так долго могло продолжаться, поэтому пошли победы, и я думаю, это радует. Вопрос времени был, на самом деле. Турбина, я вот соглашусь, что у нее присутствует оборонительный крем команды, то есть игра строится от обороны, это вот именно то, что Миша говорил, то, что вот, наверное, не хватает CDN2, да, вот то, что там именно идет все от печки, плюс команда обновляется, привлекаются молодые футболисты, которые сразу же начинают там ведущие роли выполнять, и Павлу Седову удается настраивать вот эту молодежь на игры, они показывают вообще какую-то безумную самодачу во всех матчах. Опять же, это молодежь, это всегда будет нестабильность, да, опять же, это молодежь настроится на Коммунар, на Феникс, на Керлин, на Атлантис и Хлопнен, но при этом могут не настроиться условно с по каюк, хотя это команда, которая может, например, укусить, и так произошло. Который на втором месте что-то в середине. Да, это вопрос в психологии. Павел Николаевич, я думаю, с этой бедой он борется, но опять же, в данный момент никак, потому что, действительно, где-то студенты, где-то молодые, то есть, где-то недонастрои, это много факторов, много факторов, потому что, ну, в голову не залезешь, да, хотя бы, призывать их каждый год, то есть, бороться до последнего, и именно, но они показывают неплохой футбол, и, честно говоря, да, потому что, ну, не хватает стабилизации, правда. Давайте обратимся к турнирной таблице первого дивизиона, здесь Коммунар пока захватил лидерство, следом Феникс 9, знаете, глядя на турнирную таблицу, куда мне бросился взгляд, в первую очередь? На Атлантис, разумеется. Нет, не на Атлантис, мне даже, немножко, наверное, сложно будет догадаться, сейчас угадать, мне бросилось на статистические показатели одной команды, это команды Дюпель, я такое, ну, не часто вижу, чтобы после 18 игр была разница 0, 56 забито, 56 пропущено, это такой, гроссмейстерский, мне кажется, результат. А у интервосса, Миша, спускайся чуть ниже, 74-78, не удивляете? Ну, здесь все-таки минус, минус, а вот когда прям 0, прям тютелька в тютельку, знаете, вообще прям вот, Дюпель попал в точку, вот к чему, то есть, минус 1, минус 4, это все-таки где-то не то, а вот, 56 забито, 56 пропустит, но это гроссмейстерский, четкий график, четкий график, еще бы только на 10 месте находиться, было бы вообще идеально. Да, ровно посередине, было бы просто, вообще супер. Ром, последний вопрос, и мы закругляемся в эти выходные, кегли, на футбольную тему, на кегли, собственно говоря, какой настрой, все-таки, наверное, для тебя это такой, принципиальный соперник? Да, не то, что принципиальный, но всегда приятно, да, встретиться со старыми друзьями, как бы на футбольном поле, да, можно сказать, и так, потому что многие ребята там уже, я не знаю, с основания, и там, я смотрю, молодежи-то не особо много, как бы, да, с 2001 года, да, ты готов к борцовским приемам? Ну, с Иваном, конечно, сложно, да, он у нас парит, там, ну, попробуем, что? Глазкова заборолы, гранит, можно? Попробуем. Ну, вот уже дуэль, противостояние. Ром, по футбольным вопросам, больше тебя не мучаем, про стадион, там, каротиночка, наступила зима, сейчас, что говорят команды, как поле? Ну, говорят разные, как бы, ну, да, ну, максимально мы постарались все сделать для того, чтобы оно соответствовало, да, потому что, ну, все, мы сейчас только надеемся на синоптиков, то есть, все зависит от них, как бы, да, но, в принципе, мы готовы, техника готова, как бы, в любую погоду готова, все сделать необходимо, чтобы команда играла, и туров у нас не срывались, да. То есть, к зимнему футболу, стадион, Сетовый парк готов. Да, осталось, как бы, три недели, да, потом уже, я даю, будет там и зимний кубок, я так понял, что мы уходим на перерыв, на два месяца, поэтому, да, мы на декабрь, мы готовы. Ну, это самое главное, а увидимся, мы уже потом, в апреле, ориентировочно, поэтому, за три месяца, только зимний кубок, а чемпионат будет в перерыв. Что ж, в студии был, Роман Гаранин, Дмитрий Иршов, Максим Киселев, Михаил Меркулов, это передача на туре, увидимся, уже совсем скоро, до свидания, играйте в футбол. Субтитры создавал DimaTorzok